МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Днями». Я Ирина Кулович. Сегодня в выпуске. Спасибо, дорогие друзья, за труд и преданность нашей малой родине. Каждый приезд сюда вдохновляет и придаёт силы. Не только мне, всем нам, белорусам. Александрия собрала друзей на купалье. Что надо делать? Таемниче млын надо найти. Вы знаете, где это? Нет. Квест по поиску папороть-кветки. Впервые на фестивале. Самое главное, чтобы Кличев стал комфортным городом для жизни всех кличевлян. Подготовка к областным дожинкам для себя и для гостей. Конечно, хорошее производство. Главная новинка для нашего района. Кукурузные палочки без глютена и другие кричевские проекты. Что Бог дал, то мы и соберём. Ну, тут на Бога надейся, а сам не плашай. Трудный сезон заготовок. Будут ли грибы и ягоды? В любом событии, в любом явлении вы можете увидеть плохое, вы можете увидеть хорошее. Это я предлагаю. Смотрите и замечайте хорошее. Выставка карикатур. Над чем смеёмся? Фестиваль Александрия собирают друзей одной из главных культурных событий Могилёвщины. На берегу Днепра у агрогородка Александрия по традиции отмечают Купалья и середину лета. В этот раз на фестивале сделали акцент на белорусскую культуру, традиции, историю. Ведь в этом году исполняется 500 лет белорусскому книгопечатанию. За два дня фестиваль на Шкловщине посетило более 100 тысяч человек. Итак, интонация недели Александрийская. Нескончаемый поток из тысяч гостей на Купалье здесь, в Александрии, дело привычное. Фестиваль с каждым годом набирает обороты и расширяет географию. Он стал национальным культурным событием. Словно путешествуя по прошлому, тут можно увидеть богатое белорусское наследие и даже прикоснуться к нему. К примеру, почувствовать себя первопечатником. На станке, который в точности повторяет станок Франциска Скорины, сделать оттиск страницы из Древней Библии мог каждый. Процесс трудоемкий, но печатный двор 16-го столетия не пустовал ни минуты. Я понимаю, что наше молодое поколение, да и вообще народ должен знать, откуда начиналась наша история. История к ней опечатания. Это здорово. История в разные века и годы у белорусов была общей с разными народами. Потому неудивительно видеть здесь такой многонациональный колорит. Друзья Александрии приехали праздновать, отдыхать и удивлять. На фестивале присутствовали гости из семи европейских стран. Впервые из Эстонии и Польши. Хотя у нас в Эстонии проводится очень много ярмарок, но в таких масштабах я вижу это все впервые. Что нам не подобает в Белоруссии? Ваша культура, ваш шпев, традиции, обженды. Александрия в восьмой раз не только собирает друзей, но и объединяет народы. И такое соседство очень ценно. Там очень хорошо и закономерно, что народы, с которыми у нас великий цивилизационный код, с которыми мы живем ста годзиями, приехали сюда и демонстрируют свою идентичность. Там есть место и для белорусов, и для литовцев, и для латышов, и для всех, кто захотел сюда приехать. Гости со всей Белоруссии не только едут в Александрию за хорошими впечатлениями, интересными сувенирами и новыми знакомствами. Атмосфера просто замечательная. Вообще, еще раз будем ездить, ездить всем советую. Ну, как вам праздник здесь? Нормально, очень интересно. От хороводов у Купальского кола до народных танцев и мастер-классов сотни подборий растянулись не на один километр. Купальский венок – главный атрибут праздника. Здесь его прельтут буквально на каждом шагу. Так что, если у вас есть такое украшение в волосах, перед вами открыты любые дороги Купалья. На праздники их сплели около тысячи, а самые необычные участвовали в конкурсе на лучший купальский венок. Это передавалось из века в век, и никогда этот праздник не забывался, потому что он действительно очень веселый, интересный. И тут чувствуется нотка наших бабушек и дедушек. Впервые на фестивале «Папрать к ветку» искали, проходя квест. Ребята, все местные, шкловские разделились на команды и выполняли задания на купальскую тематику. Богиня Лада в детстве. Да, вот и мудрость нещет. Может быть, это... В детстве на областном центре народной двор шестипризинский купальский венок. Какие варианты? Куда идете? Не знаю. У нас по дворе очень много, и мы постараемся найти быстрее, чем другая команда. Для них организовали купальский квест. Они проходят на каждой точке, проходят определенные задания и выполняют. Все, конечно, связано с праздником. Все вопросы, все задания, игры, конкурсы, все связано с купальем. После многочисленных сценических площадок эпицентром событий становится главная сцена. С праздником купалья всех поздравил президент страны. Дорогие друзья, земляки, дорогие гости этой земли, запомните одну непреклонную вещь. Когда мы молодые, нам куда-то хочется. Хочется уехать, может, кому-то хочется что-то посмотреть. Но я объехал весь мир за годы своего президентства. Я был в прекрасных местах. И я вам искренне души говорю, красивее вот этих мест, где твои корни и истоки нет нигде. Я этого не встречал. Я это говорю для того, чтобы вы понимали, что рано или поздно Вот этот зов малой Родины потянет вас туда, где вы родились. Поэтому давайте возрождать эти места. Давайте их будем ценить, какие бы они ни были. Это наши места. Это наша Родина, которая дала нам жизнь. Но все же в этот день должно было случиться купальское чудо. И оно случилось во время большого эстрадно-циркового шоу. Главную героиню, которая искала свою любовь в купальскую ночь, сопровождали цирковые коллективы Белоруссии, России, Польши, Украины, Литвы, Латвии и Эстонии. Отыскать папороть к ветку помогали и звезды эстрады. Купальский сон венчал, конечно же, счастливый конец. Тысячи гостей, которые приехали в Александрию еще долго за полночь, не собирались даже и расходиться. Ведь купальская ночь здесь подарила сказку, в которую многие поверили. Одним словом, Александрия в очередной раз собрала настоящих друзей. Райцентр Кличев в большом ремонте. В конце сентября здесь примут областной фестиваль дружеников села Дожинки. Кажется, в спокойном и тихом Кличеве сегодня уже нет места, где не слышен строительный шум. Десятки объектов и в их числе 13 жилых домов, в которых идет капитальный ремонт. В результате у многих жителей этого города появится современное удобство. Но вместе с тем Кличев все же стремится сохранить свой оригинальный облик. Мы не стараемся сделать совсем новенький Кличев, потому что здесь, хотя он и послевоенной постройки, но своя архитектура, свой облик. Мы постараемся оставить все лучшее, сохранить, ну и сделать его красивее. В Кличеве наводят порядок, и главная строительная площадка – это Центральная площадь. Она и станет главной сценой будущих дожинок. Здесь основные объекты – Дом культуры и Школа искусств. Постройки 47-48 годов, да, с очарованием старой эпохи, но, увы, без воды и канализации. Теперь все это будет. А вот так выглядел Кличев в начале марта, когда работы по подготовке к дожинкам только начинались. Кличевцы тогда стали наводить порядок в городе на субботниках, а местные строители за свой счет начали ремонты. Сегодня же в райцентре работают более 300 строителей из двух десятков организаций из Могилева, Бобруйска, Чаус, Мстиславля, Быхова и Кировска. И уже теперь в Кличеве переходят на работу практически без выходных дней. Нам нравится, радуют глаза, все кругом так хорошо. Будем наконец-то жить в хорошем, аккуратном городе. Приятно. Даже ребенку нравится, что у нас будет не хуже, чем в Бобруйске в Могилеве. Правда? Да. Основной бюджет будущих дожинок – около 10 миллионов рублей. Но этих денег на осуществление всех планов не хватит. Поэтому будут удешевлять, приводить в порядок то, что есть, и просить помощи у предприятий и организаций. Один из основных объектов – городской парк. На центральной площади старые каштаны не сохранили. Зато в парке посадили полсотни дубов и липовую аллею. Парк, как говорят, делают толокой. Фонтан помогает ПМК области строя делать. Дорожки распределили между... Одну дорожку ложит ЖКХ, вторую – ПМК области строя, третью – дорожники и кольцо вокруг фонтана, как специалисты самые большие. Землю на субботниках разравниваем. Ну, вот так вот потихоньку, помаленьку и продвигается все. Но в подготовке райцентра к большому событию участвуют и сами кличевцы. Они чистили город от ветхих строений, переносили гаражи от домов. Теперь же участвуют в благоустройстве. Как работает? Отлично. Отлично тяжело или отлично легко? Ну, в меру. Все в меру. Может, улучшится у нас. Может, я не знаю, что-нибудь для молодежи построят. Интересно. Почти закончен ремонт улицы с названием «Социалистическая». И если раньше проехать здесь было проблематично, то теперь по новенькому асфальту, как по маслу, кличевцы довольны. Наверное, нравится им эта улица. А вам самому нравится? Ну, нравится, да. Приятно посмотреть его. Преображение Кличева, надеются здесь, может не просто произвести впечатление на гостей и улучшить жизнь местных жителей, но и послужить делу развития туризма. Как известно, это зеленый район с хорошей экологией, заповедниками, лесами и болотами, полными грибов и ягод. И говорят, что это рай для бёрд-вотчеров, наблюдателей за птицами. Но для развития туризма нужна инфраструктура. Поэтому сил в наведении порядка в районе не жалеют. Общая цель – комфортный кличев, хороший праздник и, что тоже очень важно, богатый урожай для хозяев областных дожинок. Удачи дожинкам! 25 новых субъектов хозяйствования появилось в Кличеве за время действия указа президента о развитии Юго-Востока Могилёвской области. От предприятий с серьёзным производством до небольших фермерских хозяйств. Сейчас китайцы изучают проект выращивания грибов в районе, а днями открылась новая линия производства кукурузных палочек. О Кличевских новостях Илона Иванова. Новая линия на Кличевском филиале – это 5 рабочих мест и 20 тонн в месяц новой продукции. Техника китайская. Подобная хорошо зарекомендовала себя в Могилёве. Стоит линия 600 тысяч рублей. Компания «Домочай» реализует проект за собственные средства. Кукурузные палочки – новый продукт с маркировкой «Сделано в Кличеве». Конечно, хорошее производство. Главная новинка для нашего района. Я думаю, будет пользоваться спросом не только у наших жителей, у нашего города, но и у районов, может быть, Беларуси и не только. В конце 19 века владельцы санатория в США, чтобы не пропала щедро наваренная кукурузная каша, пытались сделать из неё тесто. Получились хлопья, которые ещё и прожарили. Постояльцам понравилось. С тех пор это лакомство не теряет популярность. Планы и надежды всегда существуют, поэтому от них отказываться нельзя. И я думаю, что мы будем прорабатывать. Уже предварительно мы своим рядом лежащим районом с администрацией разговаривали. Также с Ростовым. Они нам ответили, что, пожалуйста, когда у вас эта продукция появится, приезжайте, будем предметно вести разговор. Для производителей важно, что кукурузная палочка – ещё и безглютеновая продукция, которая сегодня востребована во всём мире и у нас тоже. Глютен или клейковина считается и аллергеном, и источником набора веса. У нас есть проект по созданию цеха по производству безглютеновой продукции. Это новая тема, это серьёзная тема. Специалисты наши отправлялись в командировки в Польшу, в Чехию, смотрели опыт работы с этими продуктами. Ну вот это очень важная тема, это тема здорового питания. Тоже это будут новые рабочие места, новые объёмы товарной продукции. В то время как производство хлебобулочных изделий падает, это всеобщая тенденция, и мировая, и кричевская, кукурузная палочка в местном филиале «Домачая» будет занимать пятую часть от общего объёма выпускаемой продукции. Небольшое новое производство – часть общей тенденции кричевского района, одного из семи на Юго-Востоке, развитие которого поддержал указ президента. В рамках этого указа было создано крупное предприятие «Белозрубежстрой» по выпуску цементно-сружечной плиты. И вот сегодня можно говорить о том, что это предприятие, наверное, выходит на те установленные проектом мощности и начинает нам приносить очень серьёзную составляющую экспортной продукции. Продукция поставляется уже в несколько стран мира, это не только ближнее зарубежье и Россия, но и дальнее зарубежье. Сегодня мы проговариваем самые различные страны, где тоже будет продукция с маркой выпущенного в Кричеве. Это пример возрастания деловой активности бизнес-кругов в юго-восточном регионе. 125 рабочих мест – ценно для Кричева, где закрылось цементное предприятие. Теперь закрытое акционерное общество «Белозрубежстрой» налаживает в Кричеве новое производство по выпуску несъёмной опалубки, где будут использованы цементно-сружечные плиты. Оборудование налаживают австрийцы. И, конечно, ещё одно преимущество – новые рабочие места. Их на новом предприятии будут 30. В рамках программы развития Юго-Востока реализуются именно те проекты, которые приносят, прежде всего, выпуск новой продукции современной и позволяют создавать новые дополнительные рабочие места. Наш район позиционирует себя как территория для развития тех конструктивных инициатив, которые поступают от субъектов хозяйственной и направлены на создание новых рабочих мест. В Кричеве разработали инвестиционный паспорт района. Количество инвестпредложений в нём увеличили недавно вдвое, теперь их 40. Но местные власти подчёркивают – они открыты для инициатив, которые принесут пользу людям и району. На холодное лето сейчас не жалуются, только ленивые. И дело не в загаре, и отдыхе на пляжах. Погода ударила по продажам летних коллекций одежды и обуви. Квас и мороженое пока не пользуются ажиотажным спросом. Зато в цене поднялись лесные ягоды, урожай которых ниже прошлогоднего в несколько раз. Поговорить о заготовках мы пригласили в студию программы «Днями» заместителя председателя правления Могилёвского облпотребсоюза Александра Уткина. Здравствуйте, Александр Николаевич. Добрый день. Итак, скажите, коллеги ваши жалуются на холодное лето? И что с сезоном заготовок? Вы правильно начали. Не жалуются, только ленивые. Этот год, конечно, для нас очень сложный, особенно в заготовке дикорастущей продукции. И не только партнёры жалуются, и население жалуется. Потому что, выходя в лес, рассчитывая, как в прошлые годы, на последние, особенно, 3-4 года, довольно-таки урожайно было, и черника, зарабатывали хорошие деньги. То на сегодня, выходя в лес, некоторые говорят, за то время, которое в прошлом году собирали ведро, 9-10 литров ягоды черники, в этом году вместе с семьёй собирают 8 литров за это же время. И то меньше. Я хотела спросить, у вас есть сравнить, вот в прошлые годы и этот год, что происходит? Да, объёмы несопоставимы упали. Если в прошлом году мы более 700 тонн заготовили ягоды, в этом году, конечно, ещё пока даже похвалиться нечем, ещё 10 тонн даже нет. Ой-ой-ой, а 700 тонн это что? Это была черника? Это была только черника, да, только черника. Черника и голубика немножко. Вот сегодня 6 рублей стоит баночка черники на рынке. Таких цен я не помню. А вам удаётся, может быть, повысить цены, чтобы население больше принесло? Или тут ничем уж не поможешь? Если в прошлом году максимальная цена закупа черника, заготовки, у нас была 2,5 рубля, в этом году мы уже и 3, и 3,5 рубля закупаем. Существенно повышены цены, но эффекта особого нету именно из-за неоружения. Ну, из-за этого ягоды в лесу не появятся. Мы стараемся, конечно, чтобы население, особенно в больших городах, в Могилёв, в Бобруиск, везде обеспечить ягоды, и всё-таки мы организуем торговлю. Но на рынке есть, я покупал ягоды. Да, и, конечно, мы стараемся диапазон, если вот вы приводили пример, и оно видно, что это за литр такая стоимость, литр – это всё-таки 800 грамм, если так даже взвешивать. Мы торгуем на сегодня черникой до 5 рублей пока. То, что с ягодами, не урожай, мы уже поняли, но вот учёные прогнозировали, что уж с грибами-то всё будет в порядке, особенно боровики, подосиновики, даже так. Да, на лисичке на сегодня только начало появляться, скажем так, люди, есть такой период времени, когда они её заготавливают не для того, чтобы… Ну, сначала себе. Да, сначала надо отъесться, да, а потом уже начинается основная реализация этого. Поэтому мы всё-таки рассчитываем, что грибы будут у нас, грибы будут у наших потребителей, наших покупателей. Ну, это естественно, потому что если их не будет, опять же, будет выше цена. Ну, на цена сегодня уже, на лисичку, да, если в прошлом году мы закупали её где-то до 5 рублей, сегодня мы уже начали стартовать 6-6,5 рубля за килограмм. Поэтому цены комфортные, для населения удобные, я думаю, стоит походить в лес, чтобы заработать деньги на сдачу данной продукции. Грибы, ягоды, ну, вроде разобрались. Что касается продукции, которые вы закупаете у населения, вот ещё впереди и кабачки, впереди картофель и так далее, вы ведь много закладываете. Вот у нас сейчас как раз картинка с прекрасным пока будущим урожаем, да, яблоки, картофель. Вот для этих сельскохозяйственных культур, мы видели яблони с огромным количеством яблок, внушает надежду, нет? Я бы всё-таки, да, вот то, что вы заострили внимание, картофель, урожай мы ожидаем неплохой. Всё-таки все эти, морковь, капуста, это, я думаю, будет неплохой урожай, погодные условия способствуют. Но яблоки, всё-таки эти возвратные заморозки ударили и по яблокам. Нам уже это, как бы, мы уже почувствовали это на заготовке культурной ягоды, смородины, чёрной и красной. Я смотрела материалы наших коллег с соседних государств, так вот показывали о том, что фермеры, понимая, что урожая в грунте нет, начали спешно вкладывать деньги, строить теплицы для тех же огурцов, потому что видят, что действительно очень сильно финансово пострадают. Вы правы. Особенно крупнотоварные производители, в том числе многие фермерские хозяйства, они тоже переориентированы из закрытого грунта. Всё-таки Республика Беларусь – это зона рискованного земледелия. Да, эту фразу мы знаем хорошо. Поэтому всё-таки закрытый грунт, он более гарантирует стабильный урожай. Всё-таки, да, нельзя сильно рассчитывать на урожай дикорастущей продукции, а сельскохозяйственная продукция в Республике Беларусь, я думаю, да. Тут уже сам неплошай называется. Вот это вот и есть, сам неплошай, вы правы. Благодарю вас за интервью. Спасибо. В Беларуси и во всём мире отмечают 130-летие Марка Шагала. 6 июля 1887 года Шагал родился в Витебске. Он стал одним из самых известных представителей авангардного искусства XX века. И, кстати, в Витебске он встретил свою любимую Беллу. И всю жизнь считал, что любовь – это единственная краска в жизни и на палитре художника, которая придаёт смысл жизни и искусству. Жизнь вообще называл очевидным чудом. В Витебске, где отметили юбилей художника, его цитатами исписали даже заборы. Наверное, там есть и так, которая понравилась нам. Марк Шагал сказал, Выставка карикатур с прекрасным и всеобъемлющим названием «Ха-ха-ха» открылась в Могилёве. Название придумал автор карикатур наш коллега, журналист, заместитель главного редактора газеты «Могилёвские ведомости» Евгений Булава. Каждый карикатурист – философ, утверждает он, и советует. Лучше улыбнуться проблеме, чем плакать над ней. Итак, над чем сегодня смеются? Узнаем прямо сейчас. Над чем вы сами чаще всего смеетесь? Ой, в основном над собой. Почему? Жизнь такая смешная. Ну, здесь, я бы сказала, наверное, такой юмор философский больше, который задуматься заставляет, а не посмеяться. Ну, хотя где-то я улыбнулась, да. Жизнь парадоксальна, а будущее предопределено. Особенно, если ты ему помогаешь, считает хозяин этой выставки Евгений Булава. Он был инженером, а стал художником и журналистом. Первую карикатуру нарисовал в 25 лет. А здесь часть того, что создано за последние полтора десятка лет. Так что все актуально. Вот, пожалуйста, человек входит в кабинет начальнику. Тоже, наверное, он не очень рад. Спасибо. Да, ну, как говорится, можно уходить по полной программе. Темы карикатур разные, но в основном вечные. От начальства и спиртного до спорта и бытовых проблем. Собственно, здесь дело не в теме, а в том, как Евгений умеет самым обыденным увидеть какой-то парадокс и абсолютно выразительными художественными средствами передать. В Википедии, кстати, есть отдельные списки карикатуристов. И в белорусском только Язеп Горит, который жил и работал в первой половине 20 века. Но, наверное, больше всего старшему поколению знаком датский карикатурист Херлув Бинструб. Его книги с рисунками издавали в Советском Союзе огромными тиражами, потому что Бинструб был коммунистом и, как считалось, изображал язвы и пороки капиталистического общества. На самом деле он изображал жизнь. Как и сегодняшний наш герой Евгений Булова, образы для карикатур – они в нас. Просто Вася и просто Вова или просто Вова, просто Вася. Один, как вы видите, немножко грустнул, второй такой весельчак. Ну, такие вот стилизованные образы, которые кочуют уже, господи, 40 с лишним лет из издания в издание. Карикатуристы – особенные художники. Само слово итальянского происхождения и означает преувеличение. Это смысл карикатуры – создать комический эффект за счет заострения неприятных черт. Но так, чтобы здравый смысл все-таки победил. Хотя мир, он состоит из белого, черного. Вот они два чувака, которые пришлют вам привет. И на этом, так сказать, моя философия заканчивается. Что ж, смеяться над кем-то или чем-то – дело небезопасное. Иногда вдруг кто-то узнает себя в персонажах карикатур. Умные люди всегда понимают юмор. Открытие выставки сопровождала группа Сергей Коноплев и компания. Музыканты считают, что они с художником-карикатуристом делают одно дело – вырывают людей из повседневности и бытовухи. Наверное, самое сложное – посмеяться над собой и в то же время где-то себя подбодрить. Сказать, слушай, ну не так все плохо. Копаем. Всем бы так уметь жить и веселиться. Евгений Булава устроил целый перформанс с рисованием и танцами. И показал всем, что жизнь и людей надо любить. И напоследок про смелость. 14 июля, но 84 года назад, началась арктическая экспедиция на ледокуре Челюскин. Возглавлял ее уроженец Могилева советский академик Отто Юлиевич Шмидт. Советская страна осваивала Северный морской путь и делала это с большим риском для людей. Челюскин, как известно, был затерт льдами. И в лагере арктической зимой оказалось сотни человек, среди которых были десяток женщин и двое детей. В том числе новорожденная девочка, потому что геодезист взял с собой в экспедицию беременную жену. Спасала их авиация. Страна встречала челюскинцев как героев. Всеобщий энтузиазм отразился даже в появлении новых имен. Например, Оюшминальд, сокращенно Отто Юлиевич Шмидт, на льдине. И это все про нашего земляка. Берегите себя. Программа днями. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова